Дорогие зрители канала «Русская икона» показывает Андрей Болдрев. Мы сейчас находимся в музее «Русская икона» Абрамова. Вместе с Еленой Витальевной Гуаковой, которая может рассказать не только о мстерских иконах, которые находятся в экспозиции музея, но и о других. И здесь мы видим княгиню Ольгу с житием, выдающуюся икону невьянскую, просто выдающуюся. Это икона, которая, наверное, должна занять место в десятке самых известных невьянских икон, к которым относится, естественно, вот такое огромное богатыревское Рождество. О принесении мощей, 17-е кофеизма из собрания музея Ройзмана. То есть вот и в этом ряду должна быть вот эта икона. Вы знаете, я начну, наверное, рассказ с того, что несколько лет назад Евгений Розман делал у нас выставку его икон. И, конечно, когда выбиралась икона, которая станет визитной карточкой выставки, это было его решение, с которым, конечно, сотрудники с радостью согласились, сделать именно Ольгу как высшим произведением, известным нам по невьянской иконе. Посмотрите, пожалуйста, это тончайшая, на самом деле, работа живописная, где мы видим княгину Ольгу в центре. Ее фигура очень выделена. Она держит свиток, и она в молении обращается ко Господу, благословляющий мир двумя руками, двуперстно, потому что, естественно, это старабляция. И вот насколько тонко выписано абсолютно все, вы можете это разглядеть, чтобы, наверное, опять надо взять какие-то увеличительные приборы. Но на что я обращаю внимание? Во-первых, здесь идеально просто положено золото. Меня поразила фраза, я произношу ее на экскурсиях, что Евгений сказал, золото положено так, хоть в зеркало глядись. Действительно, мы можем видеть как будто отражение. И вот мы говорили про мстерскую икону, что идеально положенная доска, и здесь то же самое. И вот он объяснил это так, что мастера, которые были приписаны к заводам и должны были вырабатывать какую-то норму, были семьи, в частности, Богатыревых, которые не ходили на заводы, но то, что они делали, отличалось просто высочайшим уровнем, наверное, максимально возможным для человека. То есть также идеально сделанная доска и тончайшая живопись, где необычно довольно расположение клеем. Смотрите, с правой стороны мы видим сюжет, где княгиня Ольга крестится в Константинополе. Ну, ее крестят, видите, да? То есть начинается необычно очень. Все, что мы здесь видим, можно прочитать в картушах. Картуши тоже тонкость, видите, их затейливость, вот эти барочные, модные в то время. Картуши написаны совершенно изумительно. Значит, второй сценой является изображенное крещение князем Владимира. Видите, он такой вот очень выделенный размерами согнулся, и вот стоящие люди принимают крещение. Значит, третья сцена, то есть мы идем как бы по часовой стрелке. Княгиня Ольга прославляется людьми русскими, она равноапостольная, и она, да, видите, как будто подтверждает это. И четвертая сцена, где мы видим сжигание идолов. То есть выглядит на самом деле аллюзией, да, то есть напоминанием о том, что Ольга вообще-то была очень жестокой, сжигала женихов, четырежды отомстила за смерть мужа. И вот мы видим, как там вот в огне, да, как будто кто-то мучается, но это не люди, а это идолы. Ну, вообще-то иконописец был очень грамотный, да, я думаю, что он, в том числе и зная о житии, несомненно, он его прочитал, вот таким образом изобразил, нельзя сказать, что баня, да, некое здание. Вы видите, что ее благословляет не только Господь, но и слетающиеся ангелы, которые несут тоже картуши. И, конечно, Ольга, очень красиво написан ее лик, посмотрите, она улыбается, она знает, как будто, да, что все пошло именно так, как нужно, страна крестилась. И вот эта поверхность реально кажется драгоценной и переливающейся. Здесь можно рассматривать абсолютно все. И детали ее облачения, вот видите, алое платье, замечательная накидка, просто вся, да, усыпанная цветами. Вы видите, что здесь очень красивый позем, вот сложные такие оттенки, голубые, сиреневые, розовые, на которых... Осенний лес. Ну, даже, наверное, еще сложнее, да, здесь много вот таких голубых тонов. И в целом икона абсолютно блистательная. И вот этот образ был написан в мастерской богатыревых, это лучшая мастерская, да, где выполнялись вот такие изысканные заказы. По случаю рождения дочери у одного из промышленников Расторгуева. И, конечно же, да, он хотел отметить рождение дочери очень особенной иконой. Вот эта икона датирована 1836 год. А через несколько лет оклад 1850 года был заказан в Петербурге. С этим связана тоже история, что, ну, как старообрядец, да, он был вынужден, в общем-то, вести себя очень осторожно. И вот, видимо, уехав с семьей, он захотел заказать оклад. А вот, насколько мы поняли, вот, видите, здесь не пишется серебро, вот такие оклады драгоценные заказывались, конечно, за большую сумму. И вот Ройзман, тем не менее, сказал нам, что вот икона, да, ее стоимость вот среди истаробрядцев, вот такого виртуозного, невероятно, да, красивого и изысканного письма могла стоить намного дороже, чем оклад. И опять же, да, я передаю его слова о том, что когда девушки богатые выходили замуж и везли приданное, то есть все, что они собирали, ну, и семья, да, давала в приданное могло стоить дешевле, чем одна такая икона. То есть это был запредельно, ну, вернее, остается тоже, не был запредельно высокий уровень и, естественно, запредельно высокая материальная цена. Ну, я думаю, что в плане духовном, конечно, мы можем оценить... Это потрясающий предмет, это потрясающая икона, да, это вот, ну, из нивьянских хон, это входит... Наверное, одна из лучших, а может быть, даже самая лучшая. Ну, помните это Рождество Багатарева из музея Екатеринбурга? Привозила бы нам, да. Вот, оно не у Ройзмана, оно... Да, ну, и тогда только по картинкам я не была, к сожалению. Да, я просто ее вот так вот смотрел, вот этот вот сюжет. У Ройзмана кофизма, вот у него такие же... Кофизм показывает, да. Такие же цвета у него, там сюжет вот такой вот тоже. Дорогие зрители, вот мы показали также предмет высочайший. Ну, мы продолжим рассказывать об экспозиции музея в следующих передачах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова